Добрый вечер! В прямом эфире программа «На чистоту» и с вами Гульнара Умарова. Минобразование буквально недавно подкинуло нам новую задачу и вопрос к родителям. Дело в том, что студенты, которые отучились, вернее, выпускники, грантники, теперь обязаны отработать по специальности целых три года. Но стоит ли учиться дальше, может пойти на магистратуру, аспирантуру, как говорит Минобразование, и сократить немного срок отработки? И что делать студентам? Какие специальности вообще сегодня востребованы? Мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это Замзагуль Хамитовна Султанова, руководитель Центра карьеры и бизнес-партнерства Западно-Казахстанского аграрного университета имени Жангирхана. Добрый вечер! Здравствуйте! Первый вопрос к вам такой, да, многих, конечно, родителей, особенно студентов тоже, которые готовятся к выпуску уже из вуза, их, можно сказать, озадачивало такое нововведение. Как вы считаете, это сложно на самом деле будет три года именно отрабатывать потом? Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, я хочу сказать, как руководитель Центра, занимающегося взаимодействием с выпускниками, с работодателями, на сегодняшний день это, в принципе, не новость. Отработка три года она была. Другое дело, что в этом году расширился контингент выпускников вузов, попадающих под эту категорию. Сложно ли это будет, если сейчас уже к моменту завершения университета студент информирован о том, как этот процесс должен проходить, и в случае, если он не сможет устроиться на работу, какие шаги он должен проделать, я думаю, здесь таких прямо вот сложностей, чтобы вот этого пугаться и так далее, в принципе, нет. Тем более, что я знаю, что во всех университетах, как и в нашем, существуют центры карьеры, которые работают на то, чтобы вот уже по выпуску этого года постараться максимально ребят трудоустроить. Ну, вот буквально полгода назад мы с вами уже встречались, надо сказать, тоже обсуждали тот же вопрос, но тогда вот тоже выяснилось, да и сейчас тоже и президент, и правительство об этом говорят, что нам нужны рабочие руки, больше технических специальностей. Вот ваш вуз как раз и готовит вот таких специальностей узкого профиля тоже в том числе. Чем вы им можете помочь именно трудоустроиться именно в этой сфере, которая особо сейчас нужна? Ну, сразу поясню, что наш университет готовит по широкому профилю специальностей, в том числе технические, экономические и сельскохозяйственные специальности. Просто в качестве статистики на сегодняшний день самыми наиболее трудоустроенными по итогам выпуска 2020 года у нас оказались три специальности. Это информационные системы, это экология, стандартизация, сертификация метрологии. То есть здесь не самые, скажем таки, экономические, не технические и так далее. Чем мы можем помочь? Мы сейчас очень активно, вот именно в плане грантников, очень активно работаем с центром занятости, очень активно взаимодействуем с Акиматом области и с центром занятости, что мы прорабатываем. Они нам, во-первых, достаточно хорошо помогли по процессу трудоустройства выпускников прошлого года. И мы с ними же готовимся к выпуску 2021 года. Вот я, пользуясь сегодня возможностью этой аудитории, хотела бы на предупреждение, скажем, да, на предотвращение возможных проблем, посоветовать выпускникам следующее. К сожалению, вот из выпуска прошлого года мы имеем такую ситуацию, когда ребята немного, ну как, они посчитали, что это отработка, 3 года, 3 года это так далеко. А там получилось, что прошли полгода, их уже финансовый центр беспокоит и говорит, ребята, давайте отрабатывайте, если вы не отрабатываете, то надо эти деньги возвращать и так далее. А здесь ничего сложного не было, нужно было просто-напросто. ВУЗ, когда студент завершает обучение, ВУЗ грантнику, я говорю сейчас именно о грантниках, выдает на руки направление. Если ему работа нашлась, как она находится, я сейчас на этом остановлюсь, ему выдается направление, допустим, на какую-то условную компанию А. Если работу мы не смогли найти, мы выдаем направление в центр занятости. На сегодняшний день мы в центре занятости отработали вопрос, у нас даже есть свои, скажем, часы, в течение которых наши выпускники прошлого года могут к ним обращаться. Центр занятости помогает нам в плане их постановки на учет и очень хорошо подбирает вакансии. Все считают, что работы нету, но вот в течение этой недели одной мы знаем, что по только нашему университету 10 специальностей были озвучены, по которым есть реальные вакансии. Другое дело, что да, имеет место другая проблема. Вакансии есть, но заработная плата по ней немного отличается от ожидаемой выпускникам заработной платы. И, естественно, можно, наверное, понять и этого выпускника, который вложился, у которого есть проблемы, допустим, по проживанию здесь, нужно снимать квартиру, и он на эту зарплату не согласен идти. И в результате мы имеем проблему, когда он и нетрудоустроен, и финансовый центр ему предъявляет претензии. То есть, если вовремя пойти с направлением туда, куда отправили, либо по месту работы, а туда он должен пойти до 1 сентября, либо в центр занятости, на момент регистрации в центре занятости финансовый центр выпускника не беспокоит. Понятно. Ну, вы сказали про аудиторию, давайте подключим наших телезрителей, присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Можно позвонить или написать нам в чат WhatsApp и задать свои вопросы касательно образования, выпуска и всего, что касается выпускников вузов. Ну, вот по выпускникам, да, тоже, вот вы сказали, контактируете с центром занятости, с Акиматом. Центр занятости мы, кстати, приглашали тоже сегодня прийти, к сожалению, не смогли специалисты, все занятые. Ну, чем вот Акимат, например, может вам помочь? Что он подсказывает? Может, рабочие места дает тоже? Акимат на сегодняшний день нам помогает по взаимодействию с центром занятости. Акимат помогает по трудоустройству у нас помимо грантников сельхозквоты, помимо грантников серпен, помимо грантников обычных, да, как говорят, есть еще ребята, которые учатся на гранте Акима области. Акимат, вот их трудоустройство тоже на себя берет полностью. Помимо этого мы активно взаимодействуем с работодателями. У нас есть свои давние партнеры, скажем так. Есть компании, на которые мы по каким-то причинам не можем выйти, вот с ними на контакты выйти помогает нам как раз и Акимат. Понятно. Ну и вот такой вопрос по центру занятости. У них какие-то заявки, может, бывают, или как они с вами контактируют? Значит, по центру занятости это очень, в принципе, прозрачный процесс. Есть сайт ЕМБКИЗ, на который может любой желающий зайти на ЕМБКИЗ, допустим, там кликаете, выбираете западно-казахстанскую область регион, и выходят те же собственные компании, которые в центры занятости подали. И можно заранее посмотреть, какой фронт работы, скажем, фронт вакансий имеется. И там очень много вакансий. Вот часто бывает, что выпускники, допустим, вот грандинги звонят, вот мне финансовый центр предъявляет претензии, работы нету. Я говорю, ребята, давайте вот вы сейчас с телефона зайдите на вот ЕМБКИЗ, мы вместе смотрим. Они говорят, да, есть вакансии, но немножко зарплата не та, которую я хотела бы. — Понятно. То есть не совсем, да? Вот поступают вопросы от телезрителей в WhatsApp. Давайте, вернее, сперва примем телефон звонок, очень много вопросов, и постепенно их зачитаем. — Добрый вечер, говорите. — Добрый вечер. — Да-да, слушаем вас. — У меня вопрос. Если не закончил универ до конца, надо ли это гранд? — Ага, я вас поняла. — Спасибо за вопрос. Вот чем этого года формулировка закона, вот эти дополнения отличаются, вот прежние версии закона, вопросы, касающиеся к отчисленным студентам, будь то отчисленные из университета по, допустим, академической неуспеваемости, нарушению правил распорядка или же по собственному желанию, вот эти вопросы отдельно говорены не были. Вот этого года уже дополненной версии закона, чтобы не быть голословной, к сожалению, у меня вот с собой закона нету, там говорится следующее, что если студент обучался за счет средств государственного образовательного заказа и отчислился, и восстановился на обучении в текущем году и в следующем году, он возмещает эту стоимость обучения. Если вы не восстановились, то есть вы просто отчислились, то, соответственно, вы эту стоимость не возмещаете. Понятно. Ну, конечно, к сожалению, иногда и работодатели, бывает так, что обращаются, но им нужны не те специалисты, бывают слишком требовательные. Вот насчет работодателей, они какие заявки вам делают, на какие больше специальности, скажем так? Ну вот я вот просто, что, знаете, приведу пример конкретно вот последних 10 дней, да, не буду называть компанией, но чаще всего последние заявки у нас это были, нужны агрономы, нужны, ну, у нас специальность технологии производства продуктов животноводства, вот этой специальности выпускники, электроэнергетика, экономисты хорошие, бухгалтера хорошие, и еще стандартизация сертификации метрологии. Но это, опять же, раз на раз не приходится, сейчас вот март месяц, скоро пойдут, наверное, заявки уже от сельхозпроизводителей. Понятно, то есть есть востребованность? Есть, есть. Хорошо. А вот какой процент примерно трудоустраивается от выпускников в среднем? Вот если говорить по нашему университету, я не буду, наверное, говорить в среднем, я скажу вот действительно конкретный процесс, потому что мы каждые три месяца его мониторим. Вот по выпуску 2020 года у нас процент родоустройства на сегодняшний день составляет 65%. Это для условий пандемии, это неплохой процент, это я могу сказать определенный. И не в пандемии тоже надо сказать. Да, да. И учитывая, что всего лишь прошло меньше одного года, прошло, ну вот это данные на 1 января. Ну вот касательно пандемии, да, тоже вынесло свою сложность, сейчас многие дистанционно переводятся. Вот с 20 марта в ЗКО вот 80%, 85% даже почти переходят дистанционные госслужащие, предприятиям частным тоже рекомендовали половину служащих на удаленную работу. Сложно будет все-таки, еще сложнее, кажется, с поиском работы. Как в этом плане быть молодежью? Да, с одной стороны пандемия действительно нанесла очень, знаете, негативное, наверное, влияние. Она усложняет нашу работу, потому что я понимаю работодателя. Он бы рад расшириться, он понимает, что ему нужно разворачивать производство. Но в условии, когда у него основная масса сотрудников сидят на удаленке, достаточно сложно сейчас решиться на дополнительный затрат и взять еще и сотрудников. Но мы в условиях пандемии, мы тоже задавались вопросом, как это в целом пандемия на нашу трудоустроимость оказала влияние. И вот интересный факт, если в начале, когда выпускники наши только трудоустроились, по итогам на 1 сентября процент трудоустройства был 49, вот за какие-то 3 месяца, даже в условиях пандемии, он возрос на 15%. То есть, в принципе, мы сейчас отмечаем такое небольшое, но ошивление, и дай бог, чтобы оно дальше таким и было. Хорошо бы. Ну а молодежи, вот все-таки на какую лучше специальность внимания обращать? Я имею в виду, сейчас модно быть блогером, больше с интернетом, компьютерную технологию осваивать. Хороший вопрос, вы знаете, мне часто его задают, но на него я ответ дала бы вот следующий. Не называй никакой специальности. Надо идти на ту специальность, которая близка к душе, которая тебе вот... Должна быть взаимная любовь с этой специальностью. Не взаимная экономика, да? Да, потому что, нет, потому что когда человек нашел себя, он, как показывает наш опыт, он находит себя на этом рынке труда. Ну а все-таки вот что лучше сейчас, что практичнее изучать, что перспективнее, я имею в виду, какие науки вот, как вы считаете? В каком направлении? Больше технические, где руками работать, либо творческие специальности? Конечно, невзирая на тягу, скажем так, увлечения. Ну, нет, я опять же на этот вопрос не отвечу прямо, потому что, ну вот, допустим, я, не умеющая рисовать, пойду на какие-то художественные специальности. Смысл от этого диплома, я его не смогу реализовать, да? Поэтому, конечно, здесь востребовано зависеть от рынка труда, но должна быть еще, потому что научить можно того, кто вот пришел вот по адресу, скажем так. И бывает очень обидно, когда человек отучился, потом идет понимать, что это немножко не его, теряет время и идет переобучаться в совершенно другую сферу, скажем так. Понятно. То есть получается так, что и по душе надо идти, и в то же время как-то присматривать. Ну, было бы идеально, конечно, если бы по сердцу работа была, и чтобы прибыль приносила, но так не всегда бывает, к сожалению. Ну, конечно, вот в нашем регионе востребованы сельскохозяйственные специальности, все-таки мы аграрная область, у нас очень много промышленных предприятий, на них всех востребованы технические специалисты, и на любом предприятии нужны экономисты, юристы, грамотные, везде нужны грамотные специалисты. Обучаемые, стрессоустойчивые, помимо вот диплома еще плюс вот эти навыки. То есть все навыки надо, да? Да, вот есть вопрос, давайте зачитаю, пока время есть. Так, почему с дипломом все равно не принимают на работу? Тут написано, правда, не представились. Да, вообще. С дипломом трудно найти, да? Ой, с красным дипломом, извиняюсь, не дочитала. Ну, наверное, здесь нужно конкретно говорить с красным дипломом, по какой специальности. Знаете, вопрос такой, ну вот одно дело иметь диплом, другое дело уметь себя преподнести. Потому что, ну, как этот работодатель, пришла я такая умная, но сижу, молчу на собеседовании, теряюсь. Как он узнает о том, какие у меня есть качества, если я немножко себя не покажу, верно же? Да. Поэтому здесь, может быть, есть вопросы и к рынку труда, и вопросы и к молодому специалисту. Именно в плане вот самой презентации, скажем так. Понятно. Надо уметь себя продать. Да, себя продать хорошо было бы. Но, смотрите, вот приходит к вам, ну, в хорошем смысле, конечно же, приходит к вам молодежь, допустим, да, они уже второй, третий курс, но пока сомневаются, не могут определиться. К вам обращаются за советом вот такая молодежь? Нет, к нам за советом не обращаются, потому что вот в силу нашего профиля работы мы работаем уже с выпускным курсом, со студентами выпускного курса, четвертого бакалавриата, пятый, допустим, наши вот ветеринары, выпускной курс второй магистратуры, выпускной курс третьей докторантуры. Мы работаем уже с людьми, которые, ну, знают, кем они будут, когда закончат обучение. Ну, и, конечно же, тяжело, когда бывает нелюбимая специальность, бывает, работаешь, вернее, учишься ради диплома, ради того, что родители посоветовали, отправили, устроили, скажем так, в УЗ. Но как вы считаете, отработка в этом плане, она сложная будет? Вы знаете, я думаю, что здесь многое зависит от университета. Я просто в качестве примера приведу пример своего университета. Вот у нас университет, допустим, на нем есть и аграрная специальность, и технические специальности, и экономические специальности. Вот специальность агрономии. У нас ребята, которые пришли на агрономию на первом курсе, они были задействованы в сельхозработах. Ребята, которые учатся, допустим, на технических аграрных специальностях, они были задействованы в техническом обслуживании этих сельскохозяйственных работ. То есть ребята на первом курсе, они видят эту работу вживую, и это дает возможность им соприкоснуться к этой специальности, вплотную ее прочувствовать. И, соответственно, у него уже интерес к специальности пробуждается, и потом он учится уже с более осознанным интересом. И я думаю, что это очень сильное влияние окажет на его трудоустраивание. Да, от вуза, кстати, как раз многое очень зависит. Получается, вы и стимулируете, и вовлекаете студента в эту специальность, какие дополнительные занятия, беседы проводятся. Но что все-таки эффективнее, вот эти беседы или на примере на живом показать, что может дать ему специальности, допустим, на практике, практических занятий. И вот, знаете, я вот просто начала, извините, перебью вас. Да-да-да, конечно. Помимо, вот я просто один пример привела, есть еще у нас практикоориентированные занятия, когда у нас ребята выезжают на предприятие, и там реально это видят. Вот, казалось бы, даже в пандемии я очень благодарна руководителям тех предприятий, которые вот нас поддержали. Я думаю, что это действительно патриоты своей страны, которые поддержали не нас, а поддержали будущих молодых специалистов. Наверное, глядя на них, они увидели когда-то себя. И вот они помогают нам, как идет преподаватель с нашими ребятами, конкретно в условиях завода проходят эти занятия. Им не говорят ничего из теории, они могут это все увидеть вживую. И вы знаете, как показывают наши наблюдения, у этих ребят происходит, как это сказать, перезагрузка. У них уже осознанно идет работа. И на третьем курсе у них уже есть шансы пойти на практику, зацепиться на четвертый курс, пойти опять на эту же организацию и, собственно, остаться там на работу. То есть на вашей памяти не было такого студента, который бы, грубо говоря, повернул спять, передумал, решил другую специальность, либо перешел на другую специальность факультет, я имею в виду, например. Нет, были такие случаи? Таких случаев я не знаю. Ну, по крайней мере, в этом центре я работала относительно недавно, здесь я такого не встречала. Ну, а если сомневаешься, какой вот совет можно дать, как вы считаете? Ну, сейчас очень популярен же принцип обучения всю жизнь, да? Никогда не поздно учиться дальше, никогда не поздно переучиваться. И совершенствоваться тоже. То есть все время можно и учиться? Да, да. Вот очень много сейчас взрослых людей, которые, имея достаточно хороший карьерный багаж, профессиональный багаж, тем не менее, постоянно развиваются, постоянно учатся. Я думаю, что это очень хороший пример для нашей молодежи, потому что наш век постоянного обновления информации, развития технологий, невозможно усидеть на своем кресле, а молодежь очень хочет на кресло сесть, хорошее кресло, если ты не готов тратить на саморазвитие. А как тогда вот их привлечь вот к саморазвитию? Как вот внушать, либо как-то беседовать еще, чтобы они больше развивались, не ограничивались только вот учебной программой, я имею в виду? Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас молодежь, она и так уже саморазвивается, потому что вот те же смартфоны, они постоянно используют новые приложения, благодаря им изучают английский, улучшают свой английский и так далее. Я думаю, что они работают в этом плане. То есть получить... Южной Кореи теперь на 75-м, видно по образованию. Есть такая армянская пословица, если осел взбесится, он и лошадь обгонит. Интересное замечание. Как вы считаете? Ну, это вопрос... Помните, вот как бы не ругали, но советское образование, о котором мы говорим, оно давало большой багаж. Сейчас оно утеряно, вот как вы считаете, с немного переначить вопрос? Я с этим не соглашусь, потому что вот я сама тоже преподающий преподаватель, активный преподаватель, пусть совмещающий с административной работой. Я могу привести очень много примеров успешной, знаете, не просто карьеры, а вот примеров, когда выпускник с удовольствием работает и реализует свои возможности. Думаю, что в каждом времени надо уметь взять его возможности. Ну, а вот уровень образования, о котором телезритель пишет, тоже не представился. Почему вузы закрываются, как вы считаете? Уровень образования зависит от того, какие стратегические цели ставит университет. Какие требования предъявляются к организации учебного процесса. То есть это уже вопрос к... Ну, есть, да, вузы, которые лишаются лицензии, либо не дают тех знаний того багажа. Есть те, которые просто не модернизируются, образно говоря, да? Такие следует все-таки закрыть? Ну, это верно, потому что это естественный отбор. Если вуз не удовлетворяет потребителя, то, наверное, министерство образования в этом случае реагирует. То есть, если, грубо говоря, не соответствует всем этим требованиям правилов. Ну, перед тем, как эти вузы закрыть, их же тоже проверяли. Здесь уже уполномоченный орган, наверное, должен ответить на этот вопрос. Я имею в виду министерство. Ну, по поводу ведомства, министерства вы сказали. Вот министерство тоже недавно выступал, говорил, что нужны специалисты, именно технических специалистов. Вот когда начинается весенний сев, вот эти весенние полевые работы, то, говорит, ощущается нехватка. Потом вот это ажиотеш, скажем, уровень спадает немножко уже. Вот эта волна востребованности, вот сезонная, например, да, вот сезонность, она учитывается вами при помощи трудоустроительства специалистам, особенно сельскохозяйства? Ну, вы, наверное, знаете, что мы как раз ведомственный вуз министерства сельского хозяйства. Мы работаем непосредственно под министерством сельского хозяйства. То есть оно непосредственно координирует нашу деятельность. Поэтому мы работаем в активном сотрудничестве с сельхозпредприятиями, с управлениями сельского хозяйства. Конечно, это не только учитывается, но и помимо этого наши студенты активно работают, помогают решать те или иные хозяйственные задачи сельскохозяйственных предприятий. Ну, вот, например, я просто сейчас не буду называть компании. Есть фирмы, которые просят на период тех или иных работ наших студентов направить в качестве прохождения практики. Это тоже вовлечение в эти процессы. Ну и плюс, как мы говорим, вот студент прочувствует дух этой специальности. Вот мы вначале об этом затронули, говорили, но все-таки помимо образования, и той специальности, которую он должен освоить, какие еще навыки сейчас ценные, как вы считаете? Сейчас вот наш университет очень большое внимание уделяет развитию бизнес-навыков студента. Это, скажем так, знаете, я бы назвала это, чтобы был как запасной аэродром, что ли, для него. У нас все студенты третьего курса изучают модуль. Что такое модуль? Один семестр изучает предмет основы предпринимательства, на втором семестре он пишет бизнес-план. И по результатам вот этого модуля он защищает бизнес-план. И самые лучшие проекты, если, допустим, у студента действительно хороший получился, он может его подать на грантовое финансирование в Атомике. Чем это хорошо? Тем, что когда я уже закончу университет, приду на работу, у меня будут навыки расчетов экономических, навыки анализа этого рынка и так далее. И завтра, если, не дай бог, я останусь без работы или не смогу трудоустроиться, есть же ребята, у которых есть такой, знаете, дух коммерческий. У них есть возможность пойти в бизнес, открыть свое дело. Это тоже, я считаю, очень хорошая возможность, когда, ну, есть такой тип людей, которые, вот, наверное, им нельзя быть просто там, работать на кого-то, да. Они могут свое дело открыть и, соответственно, потом к себе очень много людей принять на работу. Ну вот кроме предпринимательства, как вы считаете, смежные специальности может тоже осваивать? Может быть, да. Но вот сейчас же университеты и предлагают новые специальности. Ну вот, например, вот приведу в качестве примера, у нас новая специальность – это мехатроника. Это тоже смежные, получается. Это когда инженер, с одной стороны, да, и плюс еще хорошо знающие навыки IT, когда он может роботизировать, автоматизировать те или иные процессы. Ну да, сейчас цифровизация уже во все сферы проникла. И это, конечно, тоже здорово, вот, обучать и современным технологиям, и тому, что сейчас востребовано, и цифровизацией, и вот, и другим навыкам. И плюс, конечно же, это языковые навыки. Без них это сейчас никак. И вот в плане английского языка, пусть это не прозвучит рекламой моего университета, но почему бы не похвастаться, если имеет место такой положительный опыт. Мы пришли к тому, что у нас идет дифференцированное обучение языку. То есть студент слабый, учится вместе с детьми его уровня, студент посильнее. Я считаю, это здорово, потому что это помогает идти в ногу со своими одноуровневыми, скажем, да, одногруппниками. Ну, надеюсь, что нас услышали все-таки в первую очередь молодежь и их родители тоже. К сожалению, время эфирно ограничено. Спасибо за то, что приняли участие. Вам спасибо большое, что пригласили. Ответили на все вопросы, мы еще встретимся. Спасибо. Спасибо. Я напомню о том, что это была программа на чистоту. Сегодня мы говорили о высшем образовании, о том, как трудоустроиться и новшестве, когда Минобразование заставляет отрабатывать гарантников еще три года по специальности. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова